Моя Америка Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. Я начинаю со спонсора. Спонсора моей программы – это магазин товаров медицинского назначения «Лава Саплай». Возобновил свою работу транспортный сервис. Это значит, вам следует позвонить по телефону. Телефон 847-329-1238. Вы позвоните по телефону, назначите дату визита и вас заберут из дома, доставят в магазин «Лава Саплай», а после отвезут домой обратно. В «Лава Саплай» можете приобрести все, что вам необходимо для того, чтобы сделать свою жизнь комфортнее. Здесь, как всегда, медицинское оборудование, средства гигиены, большой выбор диабетической обуви для женщин и мужчин. Магазин «Лава Саплай» расположен по адресу 7564 Линкольн-Авеню в Скоке. Приезжайте, дамы и господа. Но помните, все ваши визиты в магазин «Лава Саплай» обязательно требуют предварительного звонка 847-329-1238. Также вы можете сделать заказ с доставкой на дом. Дамы и господа, пользуйтесь услугами магазина «Лава Саплай» и будьте здоровы! Ну, а теперь давайте поговорим о том, что джеримандисты готовы к работе. Джеримандисты готовы к работе. Дамы и господа, вас смущает это слово «джеримандисты». Окей, в ближайшие дни, недели и месяцы вы многократно услышите и прочитаете это слово. Джеримандисты – это мастера политического реонирования. Они составляют, рисуют карты округов по выборам в Палату представителей, в штатные легислатуры. И они руководствуются исключительно интересами своей партии. Джеримандисты и республиканцы чертят границы округов так, чтобы помочь республиканцам одержать победу на выборах. Цель демократов диаметрально противоположная – работа у тех и других временная. Они занимаются этой работой нечасто. Раз в 10 лет. И вот почему. Когда можно назвать точную дату, когда они приступают к работе? Точную дату можно назвать. Это дни, когда Федеральное бюро переписи населения информирует всю страну о том, какие штаты потеряли мандаты в Палате представителей, и какие штаты мандаты приобрели. Перепись в нашей стороне проводится каждые 10 лет, дамы и господа. Это записано в Конституции. Результаты перераспределения мандатов в результате пересеп, проведенной в прошлом году, в 2020, были оглашены в четверг 12 августа. И в тот же день политические комментаторы приступили к обсуждению полученной информации. Они обсуждают полученную информацию через призму выборов в Палату представителей. Выборы состоятся в следующем году в Палату представителей. Пищи для комментариев предостаточно. Масса. И общий вывод, общий вывод, дамы и господа. Республиканцы оказались в выигрыше, но хотя с меньшим преимуществом, чем предсказывали. В результате переписи, слушайте внимательно, семь штатов потеряют в Палате представителей, каждый по одному мандату. Семь штатов потеряют мандаты. Четыре из семи штатов, которые потеряют, это демократические штаты. Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс и Мичиган. Иллинойс, дамы и господа, жители Чикаго. Ваш штат тоже потеряет одно место в Палате представителей. Два места потеряют пурпурные штаты, Огайо и Пенсильвана. То есть такие, в которых могут победить демократы и республиканцы. И только один красный штат, красный штат, это у нас республиканский, западная Вирджиния потеряет один мандат. Семь штатов. Потерянные семью штатами мандаты достанутся шести штатам. Техас. Техас. Получит два дополнительных мандата. По одному получит Флорида, Северная Каролина и Монтана. Вот эти четыре штата, Техас, Флорида, Северная Каролина и Монтана, это красные штаты. И по одному штату получит, по одному мандату получит два синих штата, Орегон и Калориана. Результаты переписи опровергли прогнозы. Согласно прогнозам, говорилось, прогнозы говорили, что будут перераспределены восемь мандатов, может быть, девять, может быть, даже десять, но будут перераспределены только семь мандатов. Поэтому вроде бы у демократов нет причины для беспокойства. Но причины все-таки есть, дамы и господа. Потому что на сегодняшний день мы с вами знаем преимущество демократов в Палате представителей. Преимущество совершенно минимальное. 222 мандата у демократов, 213 у республиканцев. Это значит, стоит республиканцам отыграть пять мандатов, и они получают большинство мандатов в Палате представителей. И пять мандатов в результате перераспределения получат красные штаты. Техас, Флорида, Северная Каролина и Монтана. Техас получит два дополнительных мандата. Но мы с вами должны знать, все это в теории. На практике, на практике, на выборах, какая партия окажется в выигрыше, какая в проигрыше, зависит от того, как будут проведены границы избирательных округов. И вот проведением границ займутся, мы с вами уже знаем, джеримандисты. Дамы и господа, перед тем, как приступить к разговору о том, что мы, вся страна, станем свидетелями в ближайшие дни, недели и месяцы, давайте подумаем о том, как вообще родилось это слово. Что такое джеримандисты? Ну, какое-то совершенно дикое слово. Я начну с истории, история очень интересная. 26 марта 1812 года, я не оговорился, дамы и господа, я даты проверяю, я на память не полагаюсь. Итак, 26 марта 1812 года в английском словаре появилось слово «джеримандр». Джеримандр. До 26 марта 1812 года такого слова в английском словаре не было. Вот в этот самый день газета, она называлась «Бостон-газет», газета выходила в Бостоне, она напечатала статью о новых границах избирательных округов в штате Массачусетс. Статью украшал рисунок карикатуриста Элкина Тисдейла. Рисунок «Хищная саламандра», на теле которой расположилось несколько округов, она нависла над другими округами и готова их проглотить. Такой рисунок. Когда Тисдейл показал свое творение редактору газеты и журналистам, то кто-то из этой троицы, кто до сих пор не установлено, посмотрел на рисунок и воскликнул «джеримандр! Джеримандр!» Почему назвали так этот рисунок? Этот рисунок объединил фамилию губернатора Массачусетса Элдриджа Гэри со второй половиной слова «саламандра». Гэри Саламандра. Итак, дамы и господа, давайте вспомним этого человека-политика Элдриджа Гэри, который дал, ввел в английский язык, повзволил ввести в английский язык слово «джеримандр». Гэри был одним из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Он подписал в 1776 году, он подписал Декларацию о Независимости. А в 1787 году он был участником Конституционного Конгресса. Был участником Конституционного Конгресса. То есть участвовал и в создании Декларации о Независимости, и в создании подписания, и в создании Конституции. В 1810 году граждане Массачусетса избрали Гэри губернатором. А в 1811 году легислатура штата утвердила предложенные им новые границы избирательных округов. Гэри перекроил границы, прежние границы, придав одному из округов вблизи города Бостона очертание, которое и вдохновило художника Тизделла, и привело к созданию нового слова в английском словаре. И вопрос, чем руководствовался губернатор Массачусетса Элбридж Гэри, приведя границы избирательных округов? Вопрос однозначен. Он руководствовался интересами своей партии. Гэри был противником политических партий. Противниками политических партий были все отцы-основатели Соединенных Штатов, и о политических партиях совершенно ничего не говорится в Конституции. Но мы с вами знаем, что вскоре после того, как в 1789 году Джордж Вашингтон занял пост президента и сформировал правительство, едва ли не сразу же родились две партии – федералистская и республиканская. Ну, не путать с республиканской партией, которая существует сегодня. Лидерами федералистов стали президент Вашингтон и министр финансов Александр Гамильтон. А лидером республиканцев стал государственный секретарь Томас Джефферсон. Ну, его однопартийцев называли джефферсоневскими республиканцами. Массачусетс, губернатором которого был избран в 1810 году Гэри, он являл собой оплот федералистов. А вот Гэри, губернатор, был республиканцем. И вот возглавив администрацию штата, республиканец Гэри поставил перед собой задачу добиться, что его однопартийцы составляли большинство в делегации Массачусетса в палате представителей. Сделать это в федералистском штате было совсем непросто. Но губернатор знал очень хорошо демографию штата. Он знал, где сосредоточены жители-федералисты, а где республиканцы. И вот он перекроил границы избирательных округов так, чтобы республиканцы получили преимущество при выборах в палату представителей. Вот так и родилась карта новых округов Массачусетса, которая вдохновила художника Тисдейла и родила слово Джерри Мандер, дамы и господа. Нам с вами должно быть ясно одно. Фамилия губернатора Гэри, Гэри, а словососчитание вот из двух слов назвали Джерри Мандер. Почему? Окей, это уже вопрос для лингвистов. Но вот что правда. Перекроил границы округов первым в истории губернатор Массачусетса Гэри. А то, что он создал, назвали Джерри Мандер. Итак, это слово вошло во все языки. Вошло и в русский язык. Откройте Википедию. Вы найдете по-русски слово Джерри Мандер. Ну, а от слова Джерри Мандер мы образуем слово Джерри Мандисты. То есть те люди, которые занимаются начертанием новых округов. Джерри Мандисты занимаются этим в каждом штате. В некоторых штатах есть специальная комиссия. И ведущая роль в этой комиссии принадлежит той партии, которая командует в штате. То есть она командует как законодательной властью, это легислатура. Она командует также исполнительной властью, губернатор. И вот такие однопартийные комиссии будут заниматься Джерри Маннингом в Техасе и во Флориде Красных Штатах. И в Калифорнии, в Нью-Йорке это Синие Штаты. В Пенсильвании мы с вами знаем решение Красной комиссии, потому что легислатура это там республиканская. Наверняка наткнется решение комиссии на губернатора-демократа. То же случится и в штате Мичиган. Джерри Мандисты в Синих Штатах, которые потеряли по одному мандату, они постараются компенсировать потерю изъятием одного мандата у республиканцев. Возьмем два штата. Для примера. Калифорния и Нью-Йорк. Сегодня в том и другом штате есть округа с депутатами-республиканцами. В Калифорнии 11 республиканских округов, 42 демократических. В Нью-Йорке 8 республиканских округов, 19 демократические. Но когда за дело примутся демократы-джерри Мандисты в Калифорнии и Нью-Йорке, они постараются создать такие новые округа, которые позволят им сохранить демократов, сохранить за собой мандаты. В Техасе и Флориде республиканцы начертают округа, чтобы получить еще больше мандатов. Но вот вопрос, дамы и господа. Одно дело составить границы избирательных округов. Это одно дело. Второе, добиться, чтобы эти границы были утверждены судебными инстанциями. И у нас с вами не должно быть ни малейшего сомнения. Как только и республиканцы, и демократы представят в Штатах границы нарисованных их округов, то тут же немедленно за дело возьмутся судебные инстанции. Дело по джерри Мандингу. Дела, ни одно дело, ни раз, и ни два, и ни три рассматривал Верховный суд. И высшая судебная инстанция всегда защищала права меньшинств афроамериканцев и латиноамериканцев. Фундаментальным было принято решение Верховным судом в 1964 году. По этому решению меньшинства должны иметь в нижней палате Конгресса, в палате представителей, соответствующие их численности в том или ином штате. То есть число мандатов должно соответствовать числу жителей в этом штате. Закон о безбирательных правах был принят в 1965 году, и вот тогда за дело взялись жеремандисты. Я приведу только один пример. Пример очень интересный. Пример 7 округ штата Нью-Йорк. 7 округ штата Нью-Йорк. 7 округ по выбору в палату представителей. Долгие годы, долгие годы этот округ был представлен республиканцем. И живут в этом округе большинство белые. Но вот согласно переписи населения 1990 года, контролируемая демократами, легистра штата, создала в Нью-Йорке округ, который выбирал бы обязательно латиноамериканцев. И были начертаны границы округа 7 округа. В этом округе латиноамериканцы составляют 44%, белые 28%, выходцы из Азии 17%, черные 8%, остальные 3%. И вот был создан округ с такими границами, это нечто ужасное, дамы и господа. Я даже не в состоянии писать, что это за округ, какие-то вообще, ну непонятно что. Непонятно что. Но зато этот округ гарантировал место, мандат в палате представителей, гарантировал латиноамериканки. И вот в 1992 году, сколько лет прошло? 1992 год. Была избрана порториканка Надия Веласкес. Надия Веласкес. Это 1992 год. И эта дама, эта дама до сих пор представляет 7 округ штата Нью-Йорк в палате представителей. Я повторю, дамы и господа. Верховный суд, Верховный суд, это интересно. Он никогда не принимал решения о политическом Джерри Маннинге. Решения были только об этническом, расовом, а о политическом не было. Никогда. Ну вот, в 2017 году демократы штата Вискансин обратились в Верховный суд, обвиняя республиканцев в том, что они составили такие округа, которые нарушали политическое равновесие в штате Вискансин. Не этническое, не расовое, политическое. Избирательное круга, там было провести достаточно просто избирательное круга с совершенно нормальными границами, потому что в Вискансине демократы сконцентрированы в двух крупных городах. Это Мэдисон и Милоки. За пределами этих городов живут в основном республиканцы, поэтому составить карту было совсем непросто. Тем не менее, тем не менее, демократы обратились в Верховный суд, что нарушаются их избирательные права, гарантированные Конституцией. И вот Верховный суд осмотрел это дело и постановил, что он не будет заниматься вопросами реанимирования политического. Пускай этим будут заниматься только суды штатов. Верховный суд, как бы говорит, умыл руки. И вот теперь обратимся к тому, что происходит у нас сегодня. Юридические бригады, юридические бригады по защите или по протестам, скажем так, созданы во всех штатах уже давно. Эрик Холдер, помните такого господина Эрик Холдер, он был первым министром юстиции в администрации Обамы. Он возглавляет Национальный демократический комитет по изменению округов. Национальный комитет демократов по изменению округов. И этот комитет уже приступил к судебным разбирательствам в Луизиане, Миннесоте и Пенсильвании. И готовится вот-вот приступить к судебным разбирательствам в Техасе, в Джорджии, Флориде и Северной Каролине. И у республиканцев есть такой же комитет, он называется Национальный фонд республиканцев по изменению округов. И, конечно же, этот Национальный фонд республиканцев по изменению округов готовится организовать судебные процессы в тех округах, в тех штатах, где границы будут составлять демократы, и границы эти не будут удовлетворять республиканцев. Мы с вами можем, дамы и господа, только гадать, сколько нас ждет судебных тяж. Мы будем слышать об этих судах по поводу границ избирательных округов, будем слышать в ближайшие недели и месяцы. Где-то суды должны будут принять, прийти к какому-то решению в каждом штате, каждый суд будет принять. Ну, скажем, к осени следующего года, потому что осенью следующего года уже будет развернута избирательная кампания. В ноябре предстоят промежуточные выборы в Палату представителей. И, естественно, границы округов должны быть очерчены и признаны в судах, ну, по крайней мере, ну, наверное, в июле-августе. Мой прогноз, чтобы не решили эти суды, они будут в каждом штате, республиканцам ничто и никто не помешает завоевать большинство мест в Палате представителей. Это я так полагаю. Это мой прогноз, дамы и господа, на этом я ставлю точку. В монологе сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. После рекламы я с удовольствием присоединяюсь к разговору с вами. Не покидайте волну нашего радио. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Если у вас появятся вопросы к Алексею, ну, или захотите обменяться мнениями, пожалуйста, набирайте номер телефона в студии. Мы с удовольствием будем с вами общаться. Окей. Вот появился звонок. Добрый день, вы в эфире. Да, сейчас, одну минуту. Вот смотрите, как получается, за 7 месяцев своего правления демократы приняли уже столько антиамериканских законов и сделали столько антиамериканских действий, абсолютно отбрасывая даже любую попытку, что как-то им помешать. Вот скажите, что им может помешать сейчас предпринять какие-то действия, которые им позволят сделать то, о чем вы говорите, перекроить свою пользу округа. Самое простое, раздать нелегалам кучу, кучу нелегалов, раздать американские документы, которые бы могли позволить им легально голосовать. Вот скажите, что может помешать демократам реально что-то изменить? Алексей, прошу. Вы знаете, когда речь идет о начертании округов, то этим занимается каждый штат в отдельности. И к тому, что кому-то позволять голосовать или не позволять голосовать, это не имеет ровным счетом никакого значения. Это совершенно разные вещи. Теперь, если говорить о масштабе, что может вообще помешать что-то сделать демократам, ну, глядите, они имеют на сегодняшний день большинство мест в Палате представителей. В Сенате 50-50, но решающий голос, когда 50-50 принадлежит председателю Сената, это у нас вице-президент. То есть вообще проводить какие-то законы, им безусловно просто. В первую очередь законы, которые связаны с расходом денег, бюджетные законы. Потому что для утверждения бюджетного закона в Палате представителей простое большинство, это, так сказать, понятно, но и в Сенате для утверждения закона, связанного в бюджетном, достаточно простого большинства. Все остальные законы, которые должны приниматься Конгрессом, они требуют в Сенате 60 голосов. Поэтому 60 голосов у демократов нет. Значит, громадное количество законопроектов, которые могут быть приняты Палатой представителей, они не могут быть утверждены Сенатом, потому что в Сенате у демократов нет 50 голосов. Что можно сделать, чтобы изменить вот это соотношение сил в Сенате и довести Сенат, так же, как и Палату представителей, где абсолютно все били, все законопроекты решаются простым большинством голосов. Для этого нужно отменить правила Филибастера, о котором вам не раз рассказывали, я неоднократно рассказывал. Но в Сенате есть два человека, которые категорически против отмены Филибастера. То есть это сенатор-демократ Манчин из Западной Вирджинии и сенаторша из Аризоны Кристин Синема. Значит, если правило Филибастера остается в силе, то абсолютное большинство законопроектов, которые будут приняты в Палате представителей, они не будут приняты в Сенате. В частности, речь идет и о первом законопроекте, самым первым, который был принят в начале января этого года, только-только Палата представителей приступила к работе. Это законопроект о выборах в нашей стране. Если бы этот закон был принят, то выборы в том виде, в котором мы привыкли, они перестали бы существовать. Потому что в наши дни, согласно Конституции, даже выборами президента и вице-президента, то есть выборами на федеральном уровне, все равно ответственность несет каждый штат, но не федеральное правительство. По закону, который принят, законопроекту, который принят Палаты представителей, федеральное правительство несет ответственность за все законы. И в этом случае, в этом случае, под угрозой может оказаться и то, что мы называем филибастером, когда каждый штат сам рисует свои собственные округа. Пока что этого нет. Поэтому я сразу еще раз отвечу на ваш вопрос. Нелегальные иммигранты, и то, что в некоторых штатах нелегальным иммигрантам разрешат голосовать, это не имеет ровным счетом никакого отношения к проведению границ, к районированию, к границам избирательных округов, как в Палату представителей, так и избирательных округов в легислатуру каждого штата. И повторю еще раз, что если и если филибастер останется в силе, то демократам не удастся провести в жизнь громадное число законопроектов. Правда, у президента Байдена, как и у каждого президента, есть возможность что-то делать президентскими указами. Но президентский указ, он хорош, с одной стороны. С другой стороны, он плох, потому что новый президент может немедленно изменить, отвергнуть президентский указ, принятый его предшественникам. Значит, повторю еще раз, нас сейчас волнует это районирование, новое районирование, которое будет по выборам в Палату представителей. И я повторю еще раз, что, на мой взгляд, какого бы районирования ни было, Палата представителей в следующем году, на выборах следующего года, должна стать республиканская, особенно если мы подумаем, что происходит сейчас с демократической партией, в частности с президентом Джо Байденом. Опросы показывают, что его популярность катится вниз. Согласно некоторым опросам, ее деятельность одобряют только 41% американцев. Некоторые опросы говорят, что его одобряют 44% республиканцев. Если рейтинг президента низкий во время, накануне промежуточных выборов, если рейтинг низкий, то партия президента проигрывает выборы 100%. Поэтому я повторю еще раз свой прогноз, что на промежуточных выборах в следующем году Палаты представителей завладеют республиканцы. И я надеюсь, я не утверждаю, но я надеюсь, что у республиканцев есть шансы, пускай не очень большие, вернуть себе большинство мест и в Верхней Палате в Сенате. Да, спасибо большое. Я только что, человек, айгерс привесил трубку. Пожалуйста, перезвоните. Я видел, что вы звонили. Я просто хотел дать возможность Алексею закончить свою мысль. Ну, а пока человек набирает телефон. Алексей, скажите, пожалуйста, Вот как вы считаете, будут ли все-таки, ну, я знаю, что Филобастер существует, его никто не отменял, пока, слава богу, будет ли возможность у демократов все-таки толкать Вашингтон, диссерт, в Колумбия, как отдельный штат? И как вы думаете, что из этого получится? Опять-таки, все зависит от Сената, потому что Палата представителей проголосует за. В Сенате для того, чтобы принять решение по этому вопросу требуется не менее 60 голосов. 60 голосов у демократов нет. Если правило Филобастера остается в силе, то значит вопрос о том, чтобы дикстер Колумбия, федеральный округ Колумбия стал очередным штатом, этого не случится. Для этого нужно 60, не менее 60 голосов сенаторов. Понятно. Так, ну что, я прошу прощения, я просто слежу за телефонами, непонятно у нас, то загорается ломпочка, то она гаснет. Ну ладно, поступит звонок, я его обязательно приму. Ну а пока, вот в отношении районирования, интересная вещь, значит, когда начнут перекраивать район, или, знаете что, давайте я приму звонок потом. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Алексей, мне поет вопрос немножко из другой области. Вы как-то говорили, что вы посылаете молодым республиканцам организации большие донейши, большие подарки, так сказать. Вот, они когда ко мне звонят и начинают просить, чтобы я им что-то подарила, я у них спрашиваю, почему они не поддерживали президента Трампа, когда он боролся с фальсификациями на выборах. В ответ, никакого ответа, как говорит, объяснение, я не получаю. Они говорят, до свидания, и решают трубку. Вот расскажите, может быть, вы знаете, в чем хорошая эта организация? Может, она не такая плохая, что я, так сказать, к ним лишние претензии предъявляю? Вы знаете, я должен сказать, что организация Young Republic, она базируется в Калифорнии на ранче Рейгана, то есть в том доме, в котором Рональд Рейган и Нэнси жили последние годы. Я с ними по телефону вообще никогда не разговариваю. Они раз в месяц они мне присылают биль какой-то, чтобы я... Во-первых, опять-таки, что значит большие донейшнс? Я мой обыкновенный донейшнс, я чек 50 долларов. То есть, если вы умножите на 12-50, то такая сумма бывает, значит, в год. Никакие переговоры я с ними не веду. И я не знаю, то есть, есть масса республиканских организаций, которые звонят мне и просят. Я, как и многие республиканцы, я на мейлинг-лист, потому что, как только вы начинаете поддерживать республиканскую партию или подписываться на республиканские издания, ну, например, на Нейшнл Ревью, если вы подписаны на журнал Нейшнл Ревью, или вы подписаны на журнал Вашингтон Экзаминер, или вы подписаны на газеты, сейчас это новая газета, Эхо, то Ваш имейл и Ваш телефон немедленно попадают в список республиканцев и Вам начинают звонить. Я в телефонных разговорах вообще не участвую, говорю спасибо и спешую трубку. Повторю еще раз, что касается Янг Репабликан, то с этой организацией у меня не телефонные разговоры, а общение письменно и по имейлу. Кстати, я также, кроме Янг Репабликан, есть еще организация, которой я жертвую деньги постоянно, это Хиллс Дэй Калыч. Это да. Хиллс Дэй Калыч. Это один из немногих колледжей, он колледж, но это высшее учебное заведение четырех лет, потом у них есть постградуэйшн, конечно, это один из немногих колледжей, высших учебных заведений, которые отвергают всякую федеральную помощь. Они не имеют федеральной помощи, поэтому они вольны поступать так, как они хотят. Если они принимают людей в университет, в Калыч, то они принимают не в зависимости от того, черный вы, белый, демократ, республиканец, неважно, для них важны ваши оценки. Вот я жертвую каждый месяц 50 долларов в Хиллс Дэй Калыч, и каждый месяц я жертвую 50 долларов в Янг Репабликан. Я жертвую, конечно, и в другие организации, но вот в эти две я жертвую постоянно. Спасибо большое. Кстати, Хиллс Дэй Калыч, если вы будете жертвовать, они раз в месяц будут вам присылать, у них есть брошюра, это, как правило, в сокращенном виде выступления того или иного политического деятеля, который выступал в Хиллс Дэй Калыч. В этом калыче выступали Рональд Рейган, Маргарет Тэчер, там выступают интересные люди. Спасибо большое. Да, это интересно. Кстати, а вот тем людям, которые постоянно жалуются на то, что у нас не хватает республиканской прессы или не хватает республиканских средств информации, их на сегодняшний день достаточно много, просто самое главное то, насколько вы знаете, где их найти и как они называются. принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я тоже посылаю Донейшн Хиллс Дэйл Каллич, правда, не так много, поменьше, но почему я это делаю? Это единственный каллич, в котором какую бы специальность вы не выбрали, один семестр посвящен изучению Конституции, а в других университетах ее не дают. Вы абсолютно правы, абсолютно правы. В Хиллс Дэй Каллич Конституцию нужно изучать. И это очень важно. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Каллич, Конституция. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. помогите решить загадку. Вот я получил от республиканцев конверт с дальнейшим. написано Републикан Нэшенал Камьюти 310 Фёрст Стрит С. И Вашингтон Ди Си. А в конверте, который нужно, на конверте, который нужно отправить, написано HF39 Републикан Нэшенал Камьюти Пилобокс 758 610 Кырган Канзас. Как это можно разрешить? Что это за адреса и нужно ли что-то с этим делать? Пожалуйста. Спасибо, я подсушу поразить. Во-первых, вы должны сами решить вопрос, хотите ли вы посылать, сколько-то там денег. Они просят разные суммы, называют там 25-50, неважно. Теперь, одно дело адрес конкретной организации, конкретный адрес. Другое, то место, где эта организация собирает деньги. Обычно часто совпадает адрес организации с местом, куда вы посылаете деньги, очень часто не совпадает. Все зависит от того, где хочет эта организация иметь свою штаб-квартиру. Допустим, потому что в разных штатах разные законы о налогах, налоговое обложение. Поэтому многие организации предпочитают располагаться, чтобы у них была штаб-квартира или финансовый отдел, скажем так, где они собирают деньги в тех штатах, где налог меньше, чем там, где находится сама организация. Совершенно неудивительно, что организация, которая находится в Вашингтоне, предлагает, дает вам конверт с адресом, не своим адресом, а с адресом своего своей финансовой конторы. В этом нет ничего удивительного. Но вопрос опять-таки стоит так, вы должны сами для себя решить, надо посылать им деньги или не надо посылать. Вот и все. Ну и спасибо большое. Добрый день, был в эфире. Добрый день. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Чаще на пиа-бокс, я уже раз, уже окунался раза 3-4, когда посылаете деньги, это вы посылаете на ветер. Не надо на пиа-боксе. Есть конкретный адрес, номер, это улица, и так компания, второе дело. На пиа-боксе посылаете деньги. Я не советую воспринимать всерьез совет этого господина. Есть масса организаций, почтовый ящик вы туда посылаете. Вы должны знать организацию, кому вы посылаете, что, но вы не посылаете деньги на все. Теперь, дамы и господа, когда та или иная организация обращается ко мне с просьбой о донейшен на пожертвование. Первое, что я делаю, если я хочу с этой организацией иметь дело, я связываюсь с этой организацией и задаю им конкретный вопрос. Сколько вашей организации находится сотрудников на зарплате, если не секрет, какие у них зарплаты? Значит, большинство организаций на такой вопрос не отвечают, и эти организации от меня денег естественно не получат. Потому что я не хожу, чтобы мы донейшен, скажем, кошечкам и собачкам шли на содержание организации, в которой работает там 200 гавриков со средней зарплаты 40 тысяч долларов в месяц. То есть, значит, 90% моих пожертвований пойдет именно зарплату. Поэтому, опять-таки, когда вы получаете просьбы аденэшенса пожертвования от какой-нибудь организации, не поленитесь узнать, что из себя представляет эта организация, какой у нее штат. Может быть, вам удастся узнать, какое помещение она арендует, сколько платит за аренду, а может быть, она имеет собственное помещение. Во всяком случае, вы распоряжаетесь своими деньгами, и вы должны знать, будут ли ваши деньги истрачены так, как вы хотите, или ваши деньги будут частью зарплаты какого-нибудь господина или госпожи. Абсолютно с вами согласен. Это, конечно же, больше касается того, какая часть денег попадает фактически на то пожертвование, которое вы даете. То есть, если организация 90%, 95% отдает деньги на пожертвования те, которые вы посчитали нужным, это одно. Если она тратит 90%, как Алексей сказал, на зарплату своих работников, она, конечно, не должна привлекать ваше внимание однозначно. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. А скажите, пожалуйста, я посылаю деньги РАНСИ, Репаблика Нейшнел Коммити. Это тоже надо проверять? Ну, нет. Репаблика Нейшнел Коммити проверять не нужно. Репаблика Нейшнел Коммити естественно имеет громадный штат. Совершенно естественно. Но и Репаблика Нейшнел Коммити получает, даже если мы будем предполагать, что миллион человек пошлют. Репаблика Нейшнел Коммити по 10 долларов, то, в общем-то, большая часть этих денег, потом, понимаете, когда речь идет о Репаблике Нейшнел Коммити, вы прекрасно понимаете, чем занимаются люди, которые там работают. То есть, они работают на республиканскую партию. И, значит, нет ничего страшного, что ваши деньги идут им на зарплату, к примеру, или на их деятельность. Это разные вещи. Поэтому одно дело политическая организация, другое дело масса других организаций. Когда я говорю, что нужно узнать, на что идут деньги, я имею в виду, прежде всего, не политическую организацию, не демократическую партию, не республиканскую партию. Я имею в виду массу общественных организаций. Называйте их, как хотите, но это разные вещи. Я посылаю деньги в Национальный комитет республиканской партии. прекрасно понимаю, на что идут мои деньги. Может быть, все мои деньги, которые посыланы, идут на зарплату республиканцев, но республиканцы занимаются тем делом, ради которого я им жертвую деньги. Да, согласен. Итак, Алексей, у нас есть три минутки, прошу вас. Минутка, одна минутка, дамы и господа, обычная. Я вам покажу свою книжечку. Называется «Черные республиканцы». Это книжка для тех, кого интересует история, так же, как и моя первая книжка «Тень проклятия таком сен над Белым домом». Если вас американская история не интересует, то не тратьте время и не тратьте деньги. Тую другую книжку вы можете купить на Амазоне, ту и другую книжку, и ту и другую книжку вы адрес, имельный адрес. В офисе нашей радиостанции вам сообщат мой имельный адрес, вы посылаете мне на этот имельный адрес свою просьбу со своим адресом, я вам сообщаю свой домашний адрес, и вы потом на домашний адрес посылаете чек на 20 долларов и получаете за эту книжку. Это то, что касается книжки. Опять-таки советую тем, кто интересуется американской историей. Что касается следующей передачи, она будет посвящена вот чему, дамы и господа. Наши сегодняшние марксисты давно отказались от проповеди классовой борьбы, поскольку они поняли, что классовой борьбой многого не достигнешь. Они классовую борьбу заменили расовой борьбой за помощь меньшинствам расам. Они взяли на вооружение критическую расовую теорию. такая критическая расовая теория, которая сейчас гуляет по стране, преподается в университетах, не только в университетах, преподается в школах. И вот ровно через неделю речь пойдет о том, как марксизм, марксистские деятели сменили классовую борьбу на расовую критическую теорию. И, кстати, этим теоретикам марксизма помогает марксистка гангстерское движение Black Left Matter, Bell LM. Вот об этом я буду говорить ровно через неделю. А мой совет, дамы и господа, как всегда, один и тот же на предстоящую неделю. Будьте, будьте, будьте здоровы! спасибо огромное, Алексей, мы вам тоже желаем здоровья, удачи, успехов и услышимся в следующую среду. Будьте здоровы!